Я всех приветствую. Компания Pimatico обратила внимание на продукцию Cubic для дальнейшего развития нашего нового направления бизнеса. Это комплексное оснащение переговорных комнат. Но чем больше мы погружались в эту продукцию, чем больше узнавали ее возможности и особенности, тем мы все больше понимали, что, конечно, сфера применения не ограничивается у компьютеров Cubic только переговорными комнатами. Тема нашего сегодня вебинара – это компьютеры Cubic, система управления, коммуникации, навигации. Что еще? Я надеюсь, на вопрос «что еще?» после нашего вебинара вы можете сами ответить, можете придумать что-то новое, о чем-нибудь сказано в сегодняшнем вебинаре, и, может быть, даже что-то подскажете нам новое и интересное. Как обычно, вначале, представляя новый бренд, мы расскажем о непосредственно самой компании. Компания Cubic образована в 2014 году. Штаб-квартиры компании находится в столице Тайваня, известный как центральный хаб высоких технологий. Полное номинование компании Cubic Technology Co.LTD. Компания имеет офис в Силиконовой долине в Соединенных Штатах. Генеральным директором компании и основателем компании является Дэвид Чен. Компания развивает свою культуру и продвигает свои ценности. Прежде всего, это качество. Все продукты Cubic разработаны и производятся собственными силами. И компания предоставляет продукции свою собственную гарантию Cubic Care. Сервис. Большое внимание компания уделяет сервису. Первая встреча с потенциальным клиентом – это начало отношений. Сотрудники Cubic ценят все отношения со своими клиентами и стараются их развивать инновации. Есть такая старинная китайская пословица – «Вы не строите новый дом из старого дерева». То есть, другими словами, компания Cubic использует в производстве и разработке своих продуктов только новые современные инновации. Большое внимание компания Cubic уделяет командной работе. Компания хороша только суммой всех своих частей. Поэтому компания всегда стремится поощрять своих сотрудников для того, чтобы они развивались и приносили больше в свою компанию. Cubic всегда стремится к тому, чтобы компания росла как отдельно каждый сотрудник, так и компания в целом. Группа элитных промышленных и коммерческих IT-инженеров Cubic специализируется в области отстраиваемых компьютеров, мобильных ПК и серверов до системы Smart. Команда исследователей и разработчиков обладает опытом в разработке профессиональных технологий на базе архитектуры ARM и X86 для различных рынков и различного значения. Благодаря собственным исследованиям и разработкам механики, электроники и промышленному дизайну Cubic может проектировать и разрабатывать продукты с нуля. Обладая таким уровнем инфраструктуры, Cubic предлагает не только стандартную линейку продуктов, но и кастомизированные продукты с инновационными и передовыми технологиями. Cubic располагает полную собственную команду разработчиков, R&D, продакт-менеджеров, инженерами по механике, электронщиков-инженеров и промышленного дизайна. Инструктура компании крепляет и поддерживает видение Cubic и представляет лучшие технологии для своих клиентов. Cubic продолжает представлять новые продукты каждый год с постоянно расширенными возможностями для своих партнеров и клиентов. Продукция Cubic отличается оригинальностью, уникальностью и обеспечивает высочайшее качество, превосходящее промышленные стандарты, долговечности, надежности, общем дизайне и эстетике. Дизайн Cubic Technology несколько раз был удостоен многочисленных наград благодаря многолетнему упорному труду, трудовой дисциплине и стремлении к совершенству. Накопленный опыт инженеров в области проектирования дизайна позволяет им предвидеть потребности клиентов как на индивидуальном, так и на профессиональном уровне. Компания-продукция, компания Cubic, несколько раз была удостоена наградой AIV Design Evoz. Это международный конкурс дизайна, существующий более 60 лет, ежегодно выбирающий образцы исключительно дизайна из областей промышленного, коммуникационного и дизайна упаковки. Международным дизайнерским форумом в Ганновере была учреждена эта награда в 1954 году. Сегодня это одна из самых важных международных премий, каждый год привлекающая более 2000 участников из 30 различных стран мира. Логотип AIV Design Evoz – это метка, обозначающая знак качества, известный всему миру. Вся продукция Cubic изготовлена из компонентов промышленного класса и проходит более строгий процесс тестирования, чем в других компаниях. Продукты Cubic способны работать при более высоких и более низких температурах, имеют большую надежность и более длительный срок службы, чем аналогичные устройства, представленные на рынке. Cubic стремится предоставлять клиентам продукты высочайшего качества, внедрила эти системы, которые качеств надежно-надежно-надежно-набородские процесс создания продуктов, начиная от разработки технологий встроенного программно-испечения, промежуточного программно-испечения и клиентского программно-испечения до массового производства. Каждая новая технология, начиная с этапа R&D, проходит строгую процедуру квалификации, основанную на самых высоких отраслях стандарта. Цель Cubic – передать своим клиентам опыт создания законченных решений. Компания Cubic разработала свою надежную операционную систему, которая также доступна для экстемизации. Высокий уровень безопасности данных, который обеспечивает эта операционная система, позволяет ее использовать в различных системах в правительствах, банках и военных структурах. Операционная система от Cubic также поддерживает различные патчи безопасности. Cubic владеет глубокими знаниями и опытом в армии архитектуре и аппаратной инженерии. Cubic R&D – это эксперты в программировании платформы Android. Обладая глубокими знаниями и ноу-хау, Cubic способен довести свои продукты до промышленного уровня безопасности и применения. Все ПК Cubic на операционной системе Android могут автоматически запускать при старте различный медиа-контент, запускать различные веб-сайты, запускать различные приложения. Может быть блокироваться паролем «Доступ к настройкам и изменениям системы». Можно настроить перезагрузку по расписанию, работу по расписанию, чтобы компьютеры работали в рабочие часы и в рабочие дни недели, а в нерабочее время и в выходные дни компьютеры выключались. Компьютеры могут осуществлять сброс к заводским настройкам со стиранием всех внесенных данных. Можно получать различные лог-файлы для анализа сбоев. В случае необходимости можно переключиться на стандартный интерфейс Android, для кого это привычно, но в нашей уже практике нам более удобно работать именно в операционной системе, в интерфейсе самого производителя Cubic. Работа в режиме киоска. Что это такое? Вы знаете, что на обычных компьютерах есть понятие «скринсейвер». И для этих компьютеров тоже существует такое же примерно понятие, только производитель его назвал режим киоск. Когда по какому-то времени таймауту, если никто не пользуется основным приложением, то включается заставка, которая может проигрывать различные рекламные ролики, корпоративное телевидение или запускать даже какой-то веб-сайт или другое приложение. Я попытаюсь вам сейчас даже это продемонстрировать. Мы это демонстрировали на выставке ISR 2000, кто мог видеть. Вот сейчас у меня в руках панельный компьютер, на котором крутится заставка рекламная, рекламный ролик компании Cubic. Если я дотронусь до экрана, то компьютер переходит в режим основного приложения. И через некоторое время, через 10 секунд, которые установлены, как время простое, таймаут, компьютер снова переключится в режим скринсейвера или в режим воспроизведения заставки. Вот так это работает. Разработчики Cubic являются экспертами и в разработке приложений для Microsoft. Разработчики Cubic могут помочь модифицировать драйвера, также разработать и модифицировать драйвера как для Windows, так и для Linux. Cubic обладает глубокими знаниями в архитектуре x86, x64, а также знакома с разработкой прошивок и драйверов. Миграция программ воспечения из одной системы в другую может стать кошмаром для компаний. Технология Cubic обеспечивает безболезненную миграцию программ воспечения между старым и новым оборудованием. Cubic озвучил такое обязательство, построенное, чтобы работать долго. Продукты Cubic работают с соблюдением самых строгих стандартов качества. От дизайна и функциональности до тестирования и поддержки. Все продукты Cubic созданы для того, чтобы работать долго, обеспечивая нашим клиентам максимальную отдачу от их инвестиций. Все продукты Cubic попадают под два критерия – коммерческий и промышленный уровень. Очень интересной системой является система RCC – Remote Configuration Center. Это система удаленного администрирования, которая позволяет найти устройства в локальной сети, конфигурировать эти устройства, установить различные приложения, контролировать состояние и делать скриншот состояния этих устройств, получения различных логов. Для того, чтобы воспользоваться этим сервисом, который является, по сути, веб-сервисом, не надо ничего устанавливать на своем компьютере или на сервере, достаточно просто пройти по этой ссылке. Для того, чтобы работать, необходимо, чтобы компьютер был в той же локальной сети, что находятся все устройства, если же у вас необходимо работать из другой сети или удаленно из офиса, обслуживать какие-то другие организации, то в этом случае можно воспользоваться VPN, подключив удаленный компьютер к компьютеру в локальной сети, где установлены устройства, и уже осуществлять оттуда администрирование. Если же по каким-то причинам компания не может воспользоваться веб-сервисом, то Qubi предлагает осуществить интеграцию. Qubi предлагает API, который позволяет как создать систему удаленного управления и настройки, так и позволяет разрабатывать программные приложения, которые будут использовать и управлять модификацией, Bluetooth, Wi-Fi, LED-индикаторами, расписанием и общими настройками. Часть продукции компании Qubi сертифицированы в SOTI MobiControl. Что такое SOTI MobiControl? Сделаю небольшую справку, вам зачитаю. SOTI MobiControl обеспечивает безопасное управление любыми устройствами или конечными точками на предприятии. Приложение помогает контролировать все аспекты мобильности бизнеса, от отслеживания физических активов до управления приложениями и контентом и в то же время обеспечивает безопасность устройств и данных. Здесь на слайде показан скриншот оборудования, которое сертифицировано MobiControl. И для того, чтобы вы могли сами убедиться и проверить, указана ссылочка, по которой можно пройти и попасть на эту страницу. Если вы приобретете лицензию SOTI MobiControl, то, соответственно, приложение можно дополнительно будет установить на этот компьютер, на компьютер Кубик и воспользоваться этим, обезопасить свои данные от внешних воздействий и проникновений. Лицензии продаются, точно я знаю, на территории Российской Федерации различными компаниями, продающими софтверные продукты. Ну, думаю, что доступны эти лицензии в странах СНГ. Клиенты компании. Здесь вы можете увидеть много известных брендов, которые пользуются продукцией Кубик. Надеюсь, что в ближайшем времени здесь будут и также известные бренды российские и стран СНГ. Продукция. Основной продукцией компании Кубик являются мини-ПК архитектуры X86 и ARM панельный ПК, встраиваемый ПК или ванборд-компьютеры. Так, пишут, что нет звука. Коллеги, это у всех проблема такая, или только у Валентина? Все окей, Валентин, прошу туда проверить, что у вас. Я буду продолжать. Датчики-индикаторы занятости и киоски. Давайте рассмотрим бизнес-покрытие. Как я говорил, на поверхности лежит главное применение, это управление объектами недвижимости. И на данном слайде представлена картинка, показывающая именно управление объектами недвижимости. Но это не самая, не единственная сфера применения. И также в списке на слайде вы можете увидеть различные сферы применения. В отрасли это могут быть различные коммерческие организации, финансовые организации, торговля. Это может быть автоматизация производства, транспорт, образование, сфера гостеприимства, здравоохранения, авиация, космонавтика, вооруженные силы. О, если смотреть по вертикали рынка, то это может быть витринная реклама, реклама на дисплеях. Это может быть различные цифровые вывески, навигационные указатели. Может быть реклама на прилавках, публичный дисплей, как еще говорят, digital signage. Это может быть сенсорные панели, может быть проигрыватели для digital signage. Может использоваться в постсистемах, дисплеях с меню в ресторанах и кафе и фастфуде. Бронирование помещений, терминалы различной самообслуживания, системы в целом digital signage. Одно из главных и интересных направлений, которым мы будем уделять внимание, это направление управления корпоративным объектом. Вот такая большая схема применения, давайте ее более внимательно рассмотрим и обсудим. Начнем, может быть, с входа здания. Я обращаю ваше внимание, что на входе у нас есть, показано интерком и система контроля доступа. В связи с тем, что панельные компьютеры Кюбик оснащены микрофоном и камерой и динамиками, они могут выступать в качестве интеркома. Соответственно, какой-то посетитель, курьер или ваш клиент, придя к вам в офис, может осуществить вызов и поговорить с представителем компании. Благодаря тому, что в системе есть еще считыватель электронных карт, можно это обеспечить и доступ к сотрудникам. А наличие компорта панельных компьютеров позволяет ему подключить и внешние электронные замки. Таким образом, может быть, из интеркома панельный компьютер превратится непосредственно в домофон и открывать дверь. Далее, если мы посмотрим, есть система управления посетителями. То есть, может быть, или просто стоять обычный панельный компьютер на ресепшн, где может посетитель увидеть, куда ему идти, посмотреть регистрацию свою. Или это могут быть даже в целом киоски самообслуживания, в которых, например, если посетители прислали заранее QR-код с приглашением, он может поднести телефон со своим QR-кодом, отсканировать его и увидеть на экране подтверждение, что он является приглашенным. Может распечатать какой-то пропуск, например, или получить его пропуск. Может увидеть на схеме, куда ему идти, где находится переговорная комната и так далее. То есть, здесь вопрос в том, какая фантазия, какие задачи, какие бизнес-процессы заложены в системе управления посетителями. Если посмотрим далее, то возможно использование оборудования Кюбик в качестве навигационных показателей. Часто их еще называют по-английски как Wayfinder. То есть, это может быть или просто стрелочки, куда идти, где находится нужна, например, переговорная комната или нужный кабинет. Это может быть в том числе схемы на плане, как здесь показано. План может быть и интерактивный, и дисплей может быть интерактивный с планом, или может быть обычный, где будет показано направление, куда нужно, необходимо человеку идти. Если будем двигаться дальше, то здесь представлены киоски самообслуживания. Киоски самообслуживания могут быть совершенно различными назначениями. Это могут быть и какие-то киоски для покупки оплаты продуктов питания, снеков, различных напитков. Это может быть и киоски самообслуживания для какой-то регистрации посетителей или регистрации сотрудников. Как учет рабочего времени или еще различные другие системы. Может быть бронирование различных ресурсов. Это может быть вызов такси, например, если такая необходимость. То есть, опять же, здесь все зависит от фантазии и разнообразия задач. Также далее мы смотрим, это система бронирования помещений и столов. Конечно, панельные ПК очень удобно используются в качестве систем бронирования помещений. И небольшой такой круглый панельный компьютер используется часто для бронирования рабочих мест или столов. Панельный компьютер может также использоваться в качестве бронирования ресурсов. Это может быть получение гостевого Wi-Fi пароля. Это может быть бронирование каких-то автомобилей, например, если сотрудникам нужно организовать поездку куда-то, он может оказать транспорт для себя. То есть, ресурсы могут быть самые разнообразные. Бронирование какого-то оборудования необходимого, которое в общем пользовании, там, в единственных экземплярах или малочисленных экземпляров. Бронирование тестовых образцов при необходимости и так далее. То есть, можно организовать любое бронирование ресурсов. Также компьютеры Кюбик могут использоваться в системах интернета вещей. Они могут являться шлюзом, к которому будет поступать информация с различных датчиков. И дальше уже эти компьютеры могут или обрабатывать информацию с этих датчиков, анализировать ее или просто посылать ее дальше, куда необходимо. Компьютеры могут использоваться и для создания различного контента и его воспроизведения. Это может быть цифровые выиски или digital signage. Это могут быть различные внутренние коммуникации, как корпоративное телевидение, например. Компьютеры панельный Кюбик очень часто используют для систем видеоконференц-связи. Это может быть и как терминал управления видеоконференц-связи, и как элемент самперсональный терминал для видеоконференц-связи. Если идем дальше, то здесь мы увидим контроль занятости помещений. Когда мы видим на плане, какие помещения свободны, какие заняты. И это все происходит практически в автоматическом режиме, когда датчики определяют, какое помещение занято, какое свободно, и отображают как на индикаторах, так и на панели, на дисплее со схемой помещения. Одним из интересных решений является управление объектами, и в том числе использование разработки нашей отечественной компании Iridium Mobile. То есть можно приложение, которое позволяет создавать систему визуализации Iridium Pro, использовать на компьютерах Cubic и управлять автоматизацией различных объектов с этого панельного компьютера. Очень удобно, потому что и тач-дисплей, и индикаторы статуса – все это позволяет делать успешное использование ПК Cubic в этих задачах. Следующее бизнес-покрытие – это розничные технологии. Здесь в какой-то степени пересекаются уже с тем, что было сказано для коммерческой недвижимости, но тем не менее есть определенные свои особенности. Компьютеры Cubic могут использоваться и как постсистемы, или как элементы постсистемы, когда на экране выводят информацию или для кассира, или наоборот информация для покупателя, когда он видит, что он заказывает, что купил, что в его чеке. Это могут быть различные биконсистемы. Если кто не очень с этим знаком, то биконсистема – это специальная система, использующая Bluetooth, которые таргетированно поставляют рекламу различным клиентам. Например, у меня есть сын, который любит собирать Lego. Я являюсь клиентом сети магазинов Lego. И когда я попадаю в торговый центр, где рядом находятся такие магазины, у меня на телефоне всплывает информация от этого магазина. Таким образом, работают биконсистемы. У нас есть несколько операторов биконсистемы в России. И если кому-то интересно это использовать в розничных технологиях, можно стать партнерами этих операторов и предоставлять такие услуги. Это могут быть различные навигационные указатели. Это могут быть киоски или дисплеи самообслуживания. Различные информационные доски. Это могут быть системы для дисплея для проверки цен. Бронирование мест, в том числе бронирование примерочных кабин, витринная реклама, публичные различные показы, киоски, рекламные дисплеи на полках, дисплеи с меню. Сейчас несколько слайдов продемонстрируют также применение. Интересное применение для розничных технологий – это использование планшета в работе с приложением Bittrex24. Совсем недавно Bittrex24 анонсировал новое приложение Bittrex.seul. В этом приложении есть такая новая возможность, которая называется Live Magazine. В своих рекламе, в своей презентации Bittrex показал, что это такое. Это когда ноутбук стоит на каком-то столе в реальном магазине, в ритейле. Но в этот магазин может позвонить удаленный клиент, связаться с продавцом. И продавец может общаться с покупателем через интернет, через приложение Bittrex, показывать ему какие-то новинки, отвечать на вопросы, даже примеривать вещи на себе. И, соответственно, тут же осуществлять покупки. Когда Bittrex это демонстрировал, он показывал, как я уже сказал, уже с ноутбука. Ноутбук стоял на столе, и для продавца это было не очень удобно. Вы даже видите на этом скриншоте, что девушка-продавец, ей приходится наклоняться для того, чтобы попасть в объектив камеры, попасть в кадр. Если же установить это приложение на панельный компьютер Cubic и повесить его на стенку или на какой-то прилавок в рост с продавцом, то, соответственно, продавцу будет легче общаться. Не надо для этого использовать ноутбук, который необходим для другой работы. Соответственно, это повысит эффективность работы данного решения в магазине. На этом слайде показано применение ПК Cubic как реклама на полках. Здесь показана возможность скрепления, опять же, на различных полках в магазинах. То есть можно не только к стене крепить, но и различных даже таких на стеллажах, что тоже может показывать и работать как для рекламы и, например, для сканирования штрих-кодов или QR-кодов для проверки цен и так далее. Также может работать и как бикон-система, как я уже говорил. Применение в системах пастфуда – это выбор меню, самостоятельный заказ, визуализация именно блюд – тоже удобное использование. Ну и, наверное, последний блок из того, что я сегодня хочу рассказать о цифровых бизнес-покрытиях – это цифровые вывески. Мы уже это затрагивали, в том числе, в предыдущих решениях бизнес-покрытия, но здесь они немножко, так сказать, обобщены. Это представлены цифровые вывески или digital signage, как рекламные щиты, цифровые вывески, показ расписания, навигационные указатели, различная инфографика, доски-меню, приветственные доски, какие-то инструкции, промо-дисплеи, приемные, также какие-то элементы сферы гостеприимства. Наконец-то мы дошли до модельного ряда компании Cube. Повторяю, что модельный ряд представляет собой панельные компьютеры, мини-ПК по технологии ARM, архитектура x86, встраиваемый ПК, или, как еще говорят на английском языке, он-бор, компьютер, различные менеджеры, занятые, киоски, аксессуары. Начнем рассмотрение модельного ряда именно с панельных ПК. Панельные ПК представляются в данный момент тремя моделями. Модель TD-0350 с дисплеем 3,5 дюйма, модель TD-1050 Pro с дисплеем 10,1 дюйм, и модель TD-1060 Slim с дисплеем 10,1 дюйм. Сразу скажу, что первые две модели, TD-0350 и TD-1050 Pro, уже доступны к покупке, они у нас на складе. Модель TD-1060 Slim – это модель новинка, пока она проходит сертификацию, и как только сертификация закончена, мы также завезем к нам на склад эту модель, и она будет доступна для покупки. TD-1050 Pro – Pro, значит, профессиональный. В этот смысл производитель вкладывает название, вкладывает смысл в том, что у него максимальное количество различных возможностей, которые только могут быть у оборудования Кьюбит. в том числе и комплектация, самая максимальная. В комплект уже входит блок питания и настенные крепления на любую поверхность. Я сейчас не буду вам подробно зачитывать эти все характеристики, вы их посмотрите сами, если необходимо, но мы остановимся дальше в разборе на основной части из них. TD-1050 Pro выпускается в двух цветах – в жемчужно-белом и в матовом-черном. Выполнены эти компьютеры в современном стиле, которые дополняют любую установку, будь то загородный лаунж или футуристический интерьер офиса. На складе в данный момент у нас сейчас только черные цвета. Компьютер в белом цвете доступен на данный момент под заказ, ну или, возможно, в будущем мы будем тоже держать складской запасы. Компьютер в белом цвете. Компьютеры могут воспроизводить практически любые медиафайлы. Компьютер имеет емкостной сенсорный экран, поддерживающий десяточное мультисервисное касание, что позволяет использовать его широким спектром приложений. У компьютера есть встроенные динамики, вот здесь они находятся, есть два микрофона. Один микрофон находится вот здесь, над логиндикатором, другой микрофон находится с обратной, с тыльной стороны, что позволяет добиваться хорошего качества приема звука, захвата звука с различных направлений. Микрофоны, надо сказать, еще обратить внимание, что являются шумоподавлением. В данном месте у ПК находится встроенная светочувствительная камера 8-мегапиксельная с автофокуса. Камеру можно использовать не только для осуществления обычных видеозвонков или видеосвязей, но также она может быть использована и как сканер QR-кодов, может быть использована для самостоятельной регистрации посетителей, если будет, например, необходимо сделать фотографию посетителя. А также при установке соответствующего приложения она может работать как распознавание лиц. Таким образом встроенная камера, микрофон, динамики, а также мультисерсерный экран представляет возможность использовать TD-1050 Pro в качестве видеоинтеркома, а возможность сканирования QR-кодов, использования микрофона для распознавания голоса, а камеры для распознавания лиц позволяют использовать панели ПК как элемент системы контроля управления доступом или системы регистрации управления посетителями, системы бронирования помещений. Я забыл упомянуть, что все-таки мы говорим с вами о компьютерах. Поэтому задачи, которые будут выполнять данный компьютер, определяются прежде всего программным испечением, приложением, которое установлено на данный компьютер. Соответственно, это не узкозаточенное специализированное устройство, это компьютер. И установка различных приложений, мы можем использовать данный компьютер для решения различных задач. Компьютер имеет встроенный считыватель электронных карт. Надо сказать, что есть две модели этих, две модели панельных компьютеров. Один с обычным считывателем, другой дополняется еще так называемый хит-ридер. Хит-ридер нужен для того, чтобы расширить диапазон применяемых электронных карт. Например, карты, которые у нас до сих пор широко распространены и популярны в России, в странах СЭГ и Марин. Для того, чтобы эти карты работали, нужно выбирать именно модель, установленную хит-ридером. Таким образом, благодаря встроенному считывателю электронных карт, IT-версификация делает еще более удобным использование данного компьютера для системы SCUD и систем бронирования помещений. На следующем слайде представлено различие в версиях и поддерживаемые технологии в двух версиях компьютера без хит и с хит-ридером. Опять же, вы сможете это посмотреть потом в презентации, когда сами получите эту презентацию и можете это изучить. И понять, какая именно модель, какая версия компьютера вам необходима для решения ваших задач или задач вашего клиента. Таким образом, сканирование QR-кода, распознавание голоса, распознавание лица, считывание IT-карты позволяет производить идентификацию личности по результату одного или совокупности нескольких этих действий. Встроенный комп-порт этого компьютера, который выполнен на базе RG11, позволяет интегрировать панельный компьютер с различными электронными дверными замками. Таким образом, TD-1050 PRO представляет собой комплексные решения для управления корпоративной безопасностью. У меня здесь есть данный компьютер, в котором предустановлено такая демонстрационная версия. Поставляю, чтобы показать, где работает камера для распознавания лица и захват голоса идет для распознавания голоса. Также при необходимости есть еще отображение QR-кода, досчитывание. Но это демонстрационная версия, не совсем рабочая. Но, тем не менее, показывает возможности того, как это может быть реализовано для использования в системах SCUD. Когда расстроенные камеры с автофокусом, микрофону, шумоподавлением, стереодинамик и мультисервисному экрану, очень часто одним из самых популярных использований компьютера является использование в качестве персонального терминала для видеоконференц-связи, обеспечивающего четкое изображение, чистый звук и удобное управление конференцией. TD1050 PRO имеет три программированных судьбенных индикаторов, которые позволяют посетителям увидеть отображаемые статусы из любой точки помещения. Опять же, хочу показать вам живьем. Вот один LED-индикатор на центральной, на фронтальной панели и по одному с каждого бока. Сейчас они у меня говорят зеленым цветом. Цветом, не знаю, кстати, у вас камера передает цветопередача такая же или нет. Видите, зеленый или другой цвет. Но поверьте мне, сейчас они говорят зеленым цветом. Но нужный цвет можно выбрать из широкой палитой трукала. Соответственно, для различных задач, для различных статусов можно использовать отображение нужного цвета. Панели компьютера запитываются от POE, Power Ethernet. То есть это позволяет делать простую и легкую установку, включение питания и передача данных всего по одному кабелю. И хочу обратить ваше внимание, что POE-коммутаторы можно купить, в том числе и в нашей компании, для того, чтобы запитать панельный компьютер Кьюбик. Также в T1050 Pro есть Independence Watchdog, который следит за состоянием, работоспособностью панельного компьютера. И в случае отключения электричества или сбоя, он возвращает компьютер, возвращает систему в последнее рабочее состояние. Таким образом, T1050 Pro требует минимального линолевого обслуживания, что снижает затраты пользователя. Благодаря малому весу, благодаря наличию специализированного крепления, монтировать компьютер T1050 Pro можно практически на любую поверхность. Может производиться крепление с помощью винтов, может производиться крепление с помощью двухсторонней липучки, и с помощью липучки в этой можно монтировать, в том числе и на стекло. Вот так выглядит это крепление. Надо сказать, что дырки как на самом кубик, так и на этом креплении соответствуют стандарту веса 75 на 75. Если в каких-то случаях, например, как было у меня слайд с применением, нужно повесить на какую-то полку, закрепить его, то, соответственно, можно найти и другое какое-то крепление со стандартными размерами веса и использовать уже другое крепление. Вот в комплекте идет такой 3М-скотч для крепления, соответственно, для него здесь ниша есть. И, соответственно, если необходимо вешать на стекло, то можно с помощью этого скотча повесить на стекло данный компьютер. Кто посещал нашу выставку ISR, наш стенд на выставке ISR 2020, то видел, как мы демонстрировали установленное на стекло данный компьютер. Рекомендованы на розничные цены. Для информации 4 модели. Белый с хидом и без и черный с хидом и без. Аксуары. Врезное и настенное крепление ISR 120, настольная поставка с рябовым углом наклона ISR 112 и тачек занятости в помещении ISR 211. Немножко более подробно остановимся на этом. Врезное и настенное крепление ISR 120. Конечно, как вы могли увидеть на предыдущем сайте, цена этого крепления достаточно высокая. Но когда необходимо не испортить дизайн, когда есть очень четкие требования к интерьеру, к дизайну помещений, когда надо, чтобы все провода были спрятаны в стену, и их было не видно, и панель компьютера была вровень со стеной, без этого крепления, конечно, не обойтись, для того, чтобы не испортить интерьер современного помещения, современного офиса. Настольный подставок с рябовым углом ISR 112. Подставка запатентована производителем, уникальная их разработка позволяет закрепить компьютер под разным углом в 30, 45, 60 градусов. Вот опять же, вы видите, у меня на столе стоит данный компьютер на этой подставочке. Элегантная, удобная подставка. На данном слайде вы видите, какой рекомендуется использовать угол на полке в зависимости от высоты расположения полки относительно роста человека. Соответственно, если внизу 30 градусов, примерно на уровне пояса 45 градусов, и ближе к уровню глаз это 60 градусов. Датчик занятости. Производитель называется еще персенсор. Это датчик, который устанавливается внутри помещения, определяет, можно сказать, датчик движения, и он определяет, занято помещение или не занято. Во многих системах бронирования помещений предусмотрен режим ожидания. То есть если вы забронировали помещение по расписанию на какое-то время, на 11 часов, то обычно за 15 минут до этого времени панельный компьютер переходит в режим подтверждения ожидания. Для чего это необходимо? Это необходимо для того, чтобы уменьшить количество ложных бронирований, когда в помещении забронирования никто не явился. Таким образом, переходя в режим ожидания, приложения или планшета ждет подтверждения о том, что кто-то пришел, и это событие или заседание, совещание началось. Обычно это делается таким образом, что нужно подойти и нажать на кнопочку на экране дисплея, осуществить таким образом подтверждение, что событие состоится, после чего компьютер уже переходит в режим «занято». и отображает статус «занято». Можно же использовать, вместо того, нажатия физического, использовать данный датчик. Подключается через комфорт к компьютеру, и когда кто-то приходит в помещение, физически заходит, датчик определяет, что кто-то есть в помещении, кто-то пришел, и посылает сигнал на компьютер в приложении и меняет его статус с режима ожидания на режим «занято». Соответственно, можно делать и обратный процесс. Например, если совещание, какое-то событие завершилось раньше времени, чем оно по расписанию указано окончание, то, соответственно, по какому-то тоже заданному тайм-ауту можно сделать так, чтобы помещение освобождалось. Датчик видит, что никого нет в помещении, срабатывает тайм-аут, и помещение становится свободным для того, чтобы его могли использовать и бронировать другие сотрудники. Таким образом, сфера применения компьютера T10 Pro – это здравоохранение, торговля, офисы, хорика, гостиницы, рестораны, кафе и сфера образования. На данном слайде представлена также, вот здесь в левом углу, интересная ссылочка, которая ведет в YouTube на страничку производителя Qubik, где рассказывается об использовании компьютеров T1050 Pro в сфере образования. Их установили в одном из тайваньских университетов и показывают, как изменилась жизнь, как изменилась стиль и поведение как учеников, студентов, так и преподавателей после внедрения такой системы. Рекомендую посетить и посмотреть это видео. Часто мы слышим вопрос, зачем нам такие достаточно дорогие панельные компьютеры, почему нельзя использовать обычные бытовые планшеты, которые зачастую могут быть и дешевле стоить, чем панельные компьютеры Qubik. На данном слайде я представил, как бы собрал список нашего видения о том, почему именно следует использовать панельные компьютеры от Qubik. Это отсутствие батареек, что дает более долговечность и безопасность работы компьютеров, и поддержка POE, работа по проводной локальной сети, возможно, использование RFID-карты для авторизации за счет встроенного читателя, автоматический запуск необходимого контента или приложения в приключенном компьютере, в приключении компьютера, полноэкранный режим без возможности переключиться на другое приложение, что обеспечивает гарантийную работу в нужном сценарии, LED-индикатор для цветовой индикации статуса, включение аксессуаров к компорту, переход по указанному таймауту в нужный режим, показ рекламных роликов, режим киоска, повышение безопасности системы, как я говорил, используется специально доработанная безопасная операционная система Кьюбика, в случае отключения электричества или сбоя, система вернется в последнее рабочее состояние, возможность дистанционного управления настройки, контроля состояния большого количества устройств, веб-сервис RCC. Нет необходимости обновлять операционную систему и поддерживать совместимость приложения с новой операционной системой. Увеличенный ресурс непрерывной работы, долговечность работы оборудования, наличие крепления в комплекте для монтажа как на стену, так и на стекло, стандартное крепление веса, работа по расписанию, перезагрузка по расписанию, возможность полного выключения компьютера в нерабочее время, отдельное управление LED-индикаторами. Если мы, например, настраиваем, что компьютер должен перестать работать в нерабочее время, то можно настроить так, чтобы LED-индикатор продолжал светиться. Такое интересное решение, если необходимо для подсветки, если полностью выключается все электричество, весь свет включается в помещении, то можно использовать LED-индикаторы для минимальной подсветки, для ориентации в этом помещении. TD-1060 Slim – следующая модель. На нем я сильно останавливаться не буду, потому что его еще у нас пока нет в наличии. Есть только образец, который, в принципе, я вам демонстрировал. Такой симпатичный, красивый компьютер. Называется он уже не Pro, а Slim, потому что он вот такой очень тоненький, стильно выглядит. Приставка Pro убрана именно потому, что у него есть меньшее количество возможностей, меньшее... Как вы можете видеть, я специально их оставил, какой-то T1050 Pro, но сделал вычеркнутыми для того, чтобы мы могли видеть, что в нем отсутствует по сравнению с T1050 Pro. И также красным я пометил изменения, которые есть по сравнению с T1050 Pro. Важным одним из изменений в том, что в отличие от T1050 Pro, этот компьютер поддерживает протокол Wi-Fi 802.11ac, 5 ГГц. Bluetooth более новый, версия 5.0, ну и он более легкий, весит 615 грамм всего. Также, связи с тем, что этот не профессиональный, как говорит производитель, в комплекте уже не входит блок питания на стильное крепление. На данной таблице сравниваются характеристики T1060, Slim T1050 Pro. Здесь указано только различие тех характеристик, которые совпадают. В данной таблице не указано, чтобы не делать их громоздкие. Это таблица громоздкая. Соответственно, вы также можете посмотреть, когда получат презентацию, и указано в данной таблице и для сравнения RRC обоих моделей. Аксессуары для T1060 Slim. Это крепление, здесь показано, как крепление, фотографии его, так и схематично, из чего он состоит. Тоже похоже на крепление для T1050 Pro, также с скотчем для крепления, 3M на любую поверхность. Блок питания, который идет отдельно. Пока мы не установили еще, по какой цене будет продаваться блок питания, он в процессе сертификации. Как только будет сертификат, мы объявим об этом и покажем новость и его RRC, этого блока питания. Также, та же самая приставка SC112, которая была и в списках коксуаров для T1050 Pro. Приставка поддерживает совместимость с обоими моделями. Следующий компьютер это T10350. Это 3,5 дюйма компьютер. Опять же, здесь указаны характеристики этого компьютера. На них сильно останавливаться тоже не будем. Сейчас посмотрим на них на следующих слайдах. Также указано RRC этого компьютера. Также существуют две модели с хит и без хит. Характеристики считывателей электронных карт идентичны характеристикам модели T1050 Pro. Соответственно, вы можете обратиться к таблице сравнения поддерживаемых технологий и также выбрать по нему какая модель необходима в том числе и при использовании T1050. T1050, извините. На данном слайде показано различное наличие портов, где находятся различные порты, микрофоны, динамик и так далее. У T1050 очень элегантный дизайн, эргономичный, ультратонкий форм-фактор. Данный компьютер получил награду AIR-дизайн и ВОЗ в 2019 году. Интерактивный емкостной мультисенсорный экран позволяет использовать его в широком спектре приложений, использовать компьютер в широком спектре приложений. Эстетичный дизайн для работы в различных интерьерах. Устанавливается данный панельный компьютер как у входа на переговорных комнатах, на офисных перегородках, на офисных столах. Надо сказать, что у нас уже были обращения именно благодаря тому, что такой интересный, элегантный и красивый дизайн у этого компьютера заинтересовались не только обычные наши партнеры-интеграторы, но и заинтересовались дизайнеры, потому что его легко вписать в различные современные интерьеры. Дизайнеры зачастую очень требовательны и хорошее оборудование иногда нельзя включать в проект из-за того, что дизайнер не может отказываться его включать из-за того, что дизайн не соответствует интерьеру. Данный компьютер практически всегда подходит в дизайн современных помещений, современных офисов. И одно из интересных запросов, который мы недавно получили, это был запрос для использования в ювелирном магазине. Интересный серьезный ювелирный магазин, в котором есть комнаты показа, где можно примерить драгоценности, показать драгоценности, они сейфового типа, несколько независимых небольших комнат, и для того, чтобы управлять этими комнатами, также бронировать и управлять входом, расписанием, планируется использовать такие панельные компьютеры, дизайнер одобрил, что дизайн этих компьютеров подходит под дизайн ювелирного магазина. Влагостойкости. Данный компьютер прекрасно защищен от воздействия влаги, сохраняя полную рапорационность даже в случае прямого попадания под поток жидкости, например, при опрокидывании стакана кофе и срабатывании системы пожаротушения. Это очень актуально в связи с тем, что компьютер ставится на рабочее место сотрудников, лежит на столе, соответственно, большая вероятность, что может быть опрокинутся чашка кофе, пролит на него жидкость и, соответственно, он останется способным тоже доработать. Вот здесь у меня на слайде показана картинка, это скриншот видео интересного, которое у нас есть, когда производитель проводит тестирование работособенности этого компьютера, подставляя его под диспенсер с водой, включая просто краник, и вода ручьем льется на этот панельный компьютер, после этого они его просто тряпочкой смахивают с него воду, и он продолжает работать. Данное видео мы демонстрилили на SR 2020, но думаю, что в ближайшее время будет размещено и на наших ресурсах YouTube, сможете ознакомиться с этим видео. Встроенный динамик расположен таким образом, что обеспечит равномерный выход звука, оставаясь крытым при любом варианте крепления устройства. Встроенный микрофон позволяет использовать установленное приложение для различных софтфонов и приложений для представления дополнительных услуг, например, отправки важных предупреждений, рекламных акций, объявлений, уведомлений клиентов, сотрудникам и так далее. Возможно также подключить проводную и беспроводную гарнитуру к данному компьютеру. Но так как у этого компьютера порты microUSB, то, соответственно, найти гарнитуру на рынке с microUSB достаточно сложно. Но, тем не менее, они существуют. Или же необходимо подключать компьютер, переходник с microUSB на стандартный USB и, соответственно, использовать этот наушник. также мы тестировали и пробовали подключать Bluetooth наушники. Достаточно все хорошо и нормально работает. Встроенные картридеры данные компьютеры позволяют осуществлять регистрацию или бронирование, решать регистрацию, прерывать бронирование, проведить перекличку, вести учет посещаемости, вести учет рабочего времени, проводить мониторинг сотрудников в режиме реального времени. Крепление данного компьютера позволяет производить его также легкую установку практически на любую поверхность. Вот у меня сейчас здесь лежит данный компьютер, крепеж, который к нему идет, и также скотч-лента. Крепеж вставляется в заднюю поверхность, фиксируется сбоку болтами и закрывается заглушками, чтобы было красиво, эстетично и не было доступа к этому болтам. Вопросы поступая, кто из продуктов ведет эти товары, на данный момент, к сожалению, у нас нет закрепленного продукта с этим товаром, мы в поисках такого продукта, у нас это вакансия на продукт-менеджера по данному продукту, соответственно, пока, поэтому вынужденно я вам рассказываю о данном продукте. И да, тематика является эксклюзивным дистрибьютором в России и в странах СНГ, где присутствуют наши офисы. Важно еще то, что для того, чтобы было надежное крепление, используется такой провод, не знаю, видно или нет, который фиксируется в USB-порт, что позволяет предотвратить несанкционированное отключение устройства. и также шурупы, которые крепят данный компьютер, который вставляется сюда, они имеют нестандартное крепление, такую звездочку, которая позволяет также как бы предотвратить дистанкционированное воздействие или акта вандализма с этим устройством. Фитной лодиндикатор статуса также позволяет легко найти нужное и необходимое помещение в офисе и нужный необходимый цвет также можно выбрать из палитры TrueCal. В настоящее время в режиме во время пандемии разработано специальное даже решение Back to Work Solution, которое позволяет использовать компьютеры TD-0350 для организации социальной дистанции на рабочих местах, для того, чтобы сотрудники не сидели рядом и могла обеспечиваться социальная дистанция. Таким образом помечаются какие места доступны для использования, какие нет. Также интересно, что благодаря тому, что есть палитра большая цветов, часто вернее стали сейчас использоваться и цвета дополнительные, кроме режима свободно занято или режим подтверждения, например, фиолетовый цвет для режима сервиса обслуживания или который может показывать то, что данный компьютер или данное рабочее место требует санитарной обработки в данный момент и им нельзя в настоящее время пользоваться. Аксессуары. Это угловой кабель L-типа датчик занятости рабочего места и ПОИ-адаптер AC620. Рассмотрим их. Угловой кабель предназначен для крепления устройств на углах поверхностей, громки стола или различных передгородках разделителях. Вот так он выглядит. Вот здесь вы можете увидеть, что он уголкового типа позволяет не изгибать кабель, а легко и просто его выводить. ПОИ-адаптер в связи с тем, что у компьютера нет данного RG45, питание осуществляется через порт microUSB, подключение к сети осуществляется через Wi-Fi, встает иногда проблема о том, что это не очень удобно. И для этого был разработан специальное устройство ПОИ-адаптер AC620, который позволяет использовать кабель от ПОИ-коммутатора для того, чтобы и запитывать устройство, и подавать данные через него с ПОИ-коммутатора. Интересно дизайн, который также выполнен таким образом, что предотвращает отсоединение проводов не санкционированным случайным образом. То есть вы видите, что есть специальный чехол, который позволяет подключить сначала все провода, а потом надев чехол и заглушку, фиксирует эти провода таким образом, что их просто так не отсоединить. Соответственно, с одной стороны подключается кабель G45, с другой стороны выводится два кабеля microUSB для питания и передачи данных на этот компьютер. Сферы применения все те же самые. Очень рекомендую посетить по этой ссылке официальное видео на странице YouTube компании Кубик, которая показывает широкое применение этого устройства от офисов до применения в гостиницах. Очень интересное видео. Опять мне тут кнопочку нажал, прошу прощения. Сценарий использования соответственно монтироваться может на входах переговорной комнаты, на рабочих столах и следующий наш блок это рассказ о менеджерах занятости. Датчики индикации состояния и занятости помещения. об одном датчике персенсоре я уже рассказывал C211 также интересным решением является индикатор состояния C212 который может который показывает состояние помещения свободно но или занятое. Световая индикация издалека видно очень удобно свободно это помещение или занятое. датчик занятости рабочего места это устройство которое себе совмещает тепловой датчик и датчик движения для более точного определения занятости рабочего места. устройство имеет встроенный алгоритм который точно определяет свободно или место занято проходит ли человек просто мимо или действительно сидит за этим местом. Физически это выглядит вот так это устройство датчик ставится вниз стола и направляется на человека сидящего за стулом и определяет соответственно занято это рабочее место или нет. датчик также совместим и может работать непосредственно с устройством 0350 включаясь в порт microUSB соответственно есть две модели которые различаются именно наличием различных портов соединений. Если требуется построить какую-то более сложную систему то можно использовать менеджер занятости IC210E к которому подключаются с одной стороны например различные датчики занятости помещения или занятости рабочего места с другой стороны индикатор состояния. Если надо данные собирать анализировать составлять отчеты или управлять возможно вручную каким-то состоянием помещения включать принудительно их занято рекомендуется использовать один из компьютеров мини-пк от Кюбик с предустановленным программным обеспечением которые будут выполнять роль контроллера данной системы можно построить и более сложную систему когда несколько таких хабов соединяются в единую систему соединяются с каскадом соответственно можно подключиться гораздо большее количество датчиков можно подключить больше индикаторов занятости и управлять данной системой вот так примерно выглядит простое решение для использования менеджеров занятости когда есть персональные рабочие места в которых стоят датчики занятости рабочем месте сид-сенсоры стоят индикаторы занятости помещений есть какие-то малые переговорные комнаты установлены персенсором и опять же датчиками индикаторами состояния этих помещений есть зона общая какая-то для переговоры которая также может обслуживаться персенсором И все это может соединяться с гибридным хабом и управляться каким-то контроллером. Следующая в нашей линейке оборудования Cubic – это различные мини-ПК, ARM-архитектуры и X86-архитектуры. На них я останавливаться не буду, потому что сейчас они в процессе также сертификации, и их у нас пока в продаже нет. На выставке ISR-2020 мы демонстрировали один из таких устройств. Когда они будут у нас в продаже, мы проведем дополнительный вебинар и расскажем вам дополнительно о них. Как они могут быть использованы? Они могут быть использованы в режиме различной работы с телевизором, с телепанелями, какими-то дисплеями, как Digital Signs, для выражения различных расписаний, рекламного показа, новостных инспирационных панелей. Также они используются в качестве WayFinder для систем бронирования переговорных комнат. Это показывают, например, на ресепшене состояние расписания переговорных комнат, и переговорные комнаты заняты, какие свободны, в какое направление идти нужно, чтобы найти данную переговорную комнату. Так часто телепанели вместе с мини-ПК можно использовать для просто больших информационных оповещений, показывающих, какое мероприятие проводится в данном помещении. Обычно мини-ПК стандартного бывает достаточно для простых переговорных комнат, но если это используется большой зал, большой конференц-зал, то надо делать и большую систему отображения. Таким образом используется мини-ПК вместе с телевизором. Встраиваемый ПК или онборд-компьютеры. Также есть линейки компании Кюбик. На них я тоже останавливаться не буду, мы их планируем возить только при необходимости под заказ. Киоски. Вот такое интересное устройство Киоски И3200, которое тоже поставляется только под заказ. Оно оснащается под заказ различным комплектом дополнительного оборудования. Это могут быть и принтеры, и камеры считывания, и какие-то посттерминалы. На данной таблице указаны различные модели, которые доступны для заказа с различными процессорами. Тоже сможете ознакомиться с ними дополнительно. Примеры использования данных устройств. Это может быть, как всем, наверное, знакомый, привычный уже терминал самообслуживания, как в Макдональдс или в КФС, где можно заказать и оплатить. Это может быть какие-то рекламные и самообслуживание Киоски для покупки каких-то вещей. Интересно, что вот так можно ставить в пирамидой три таких устройства, что позволяет более эффективно использовать площадь помещения. По данной ссылке можно посмотреть видео на YouTube, как используется в одном из кафе данное оборудование. Конечно, вот на этой картинке вы видите, что клиент сделал предзаказ на своем приложении в телефоне, и потом достаточно просто сканирует QR-код, и данный заказ появится в системе, и его можно будет сразу оплатить. Но, опять же, включив фантазию и включив необходимые задачи по использованию бизнес-процессов, можно это применить и для системы регистрации посетителей. Когда посетитель приходит с QR-кодом, полученный как приглашение на какую-то встречу, он ему может также сканировать на экране, кажется ему, где находится его переговорная комната, может принтер распечатать ему пропуск, о чем, в принципе, я уже рассказывал. То есть, опять же, все зависит от набора аксуаров, которые установлены на данном Киоске, и от приложения программного, которые будут установлены на данный компьютер. Данные компьютеры от Кюбика, работающие на опционной системе Android, они не имеют встроенного доступа к Play Market от Android. Соответственно, для того, чтобы установить какое-то приложение на данный компьютер, нужно установить APK-файл. Как же, где найти нужный APK-файл? Можно взять его у разработчиков программного спечения. У многих разработчиков программного спечения есть такие APK-файлы, в том числе у тех, которые уже разработали программное спечение или его модифицировали для работы специализированно с поединальными компьютерами от Кюбик, можно найти именно специализированные APK-файлы, которые устанавливаются именно на Кюбик. Можно найти APK-файлы в интернете. Как одна из рекомендаций, есть такой сайт apkpure.com, где можно найти большое количество различных APK-файлов для различных самых разнообразных приложений. Практически любое приложение, которое известно, во всех случаях, то, что я пробовал, я APK-файлы на данном сайте находил. И также можно разработать самим необходимое приложение. Для этого нужно зайти на сайт Кюбик-технологи, зайти в раздел «Стать партнером», выбрать и заполнить форму «Стать софтверным партнером». После этого вы получите NDA, который вам необходимо будет подписать производителям, и полную поддержку от службы техподдержки производителя. Вам предоставится API для разработки приложений, и вы сможете при поддержке как Кюбика, так и нас, написать приложение, использовать его. А у нас вы сможете получить образцы этого оборудования для того, чтобы разработать свое приложение и протестировать его на его работоспособности. Компания «Абиматика» открыла в своем офисе демонстрационный зал решений Ялинг-ATC. В ближайшее время будут в нем представлены решения на основе компьютеров Кюбик. Данные фотографии сделаны с нашего стенда на выставке САР-2020, но примерно такая же экспозиция будет и в нашем демонстрационном зале, когда вы можете сами прийти, пригласить своих клиентов и продемонстрировать работу оборудования, работу различных приложений. Обращаю внимание, что демонстрационный зал работает по предварительной записи, ссылка указана, необходимо заполнить небольшую форму и получить подтверждение для бронирования. На этом мое выступление закончено. Если еще есть вопросы, готов на них ответить. Вопросы. Есть ли возможность разработки комплекса софта под данные компьютера и периферию силами самого производителя или дистрибьютора? Ну, надо сказать, что дистрибьютор или производитель сами разработки по не делает, но есть большая так называемая экосистема, которая объединяет различных разработчиков программопечения для данных компьютеров. Это какой-то определенный плей-маркет различных разработчиков. Если есть какая-то задача, можно обратиться к нам, мы обратимся к вендору и узнаем, есть ли такие решения, которые уже разработаны для данных компьютеров, которые необходимы конкретно вашему проекту, вашей задаче. Но, тем не менее, мы всех призываем разрабатывать свои программные приложения, присоединяться к этому, к этой экосистеме, стать ее частью этой системы со своими разработками. Соответственно, мы готовы вам в этом оказать помощь. Также хотел обратить внимание, я уже поминал о компании Aridium, ее решение Aridium Pro, которое позволяет очень многие задачи решать, используя данные компьютеры ПК. И в том числе компания Aridium Mobile предлагает и рекомендует различных разработчиков, которые могут, используя их приложение, разработать нужные вам решения, нужные вам приложения, нужную визуализацию, которую можно использовать на данных компьютерах. Поэтому можете и к ним обращаться. Срок гарантии. Стандартный срок гарантии на данное устройство – один год. Но за определенную доплату можно будет продлевать гарантию до трех лет. То есть купить ее на второй и на третий год. Пожалуйста, коллеги, еще вопросы. Срок службы устройств, заявленных производителям. Хороший вопрос. Я не готов сейчас, наверное, ответить. То есть стандартно на все устройства объявляется срок службы пять лет. Возможно, на эти устройства и более длительный срок службы, раз производитель нам заявляет о долговечности их устройств, мы запросим, в следующей информации как-то вам доведем, в какой службы у этих устройств. Авторизированный сервис-центр в России пока сервис осуществляется только на базе нашей компании, соответственно, на базе нашего офиса или наших региональных офисов. Ну, с развитием данного направления, возможно, будут подключаться на обслуживание и другие сервисные центры, будут происходить с системой авторизации. Спасибо, рад, что информация была полезна. Коллеги уже подсказывают, что безысказанное время работы составляет 50 тысяч часов. Пока еще есть время, ожидаем вопросы. Хотел еще сказать, что для того, чтобы как-то начать старт продаж панельных компьютеров Кубик, мы в том числе стали дистрибьюторами нескольких систем бронирования переговорных комнат и рабочих мест. В ближайшее время, в начале декабря, будет вебинар по одному из такому решению Meeting Group App, которое является решением чешских разработчиков. Очень интересное, простое, интуитивно понятное, удобное решение. Начнем с него. Также у нас в ассортименте будет еще несколько различных решений, которые мы вам расскажем. Но, конечно, применение данных компьютеров не ограничивается только теми именно конкретными программными клиентами, приложениями, которые мы будем представлять. Соответственно, можно выбирать и другие приложения, и сторонних разработчиков. Можно разрабатывать свои, как я уже говорил. Сфера применения очень широкая. В связи с тем, что пока у нас нет продакт-менеджера, который отвечает за данное направление, можно смело писать, как и мне моя почта указана на данном слайде. Можно писать в наш сейлс-отдел, можно писать на почту, которая указывалась в чате специализированной кубик собака-опиматик.ру. И можно, конечно, писать в наш отдел пресейла, который вам поможет найти нужное решение. Сейчас уже, надо сказать, много запросов поступает в наш отдел пресейла по решению задач по бронированию. Довольно интересные задачи, которые иногда не просто так решить. У заказчиков есть особые требования, особые интересные бизнес-процессы, которые они представляют. Поэтому приходится иногда даже искать компромисс. С кем мы сотрудничаем с вопросами бронирования рабочих мест? Ну, на данный момент, по бронированию рабочих мест мы работаем с двумя компаниями. Это турецкий разработчик BookRin и разработчики из Великобритании. Приложение называется Dotable. Эти данные приложения позволяют как бронировать рабочие места, так и бронировать переговорные комнаты. Ну, какие компании являются конкурентами кубики, представленные в России? Хороший вопрос. Но надо сказать, что если сравнивать с, как я говорил, с айфонами, айпадами, извините, или обычными консюмерскими планшетами, то мы их как бы не рассматриваем как именно конкурентами. Поэтому основные конкуренты, наверное, это планшеты, панельные компьютеры от Crystron и AMX. Но там ценник, конечно, значительно выше, чем, еще есть X-Tron, значительно выше, чем системы, стоимость на панели компьютеров от Qubit. Также интересно сказать, что компания Sony, которая раньше производила свои планшеты, свои панельные компьютеры, скажем так, более правильно, сейчас прекратила их выпуск и рекомендует использовать именно панельные компьютеры Qubit для решения в своих решениях. В компании Sony есть интересное решение TEOS по бронированию переговорных комнат, рабочих мест, управлению переговорных комнат, Digital Signs, очень обширные возможности этой системы TEOS. И непосредственно офис компании Sony европейский рекомендует использовать именно компьютеры Qubit. У нас с выставки Integrated System Europe в этом году на стенде компании Sony были представлены компьютеры Qubit со своим решением, о чем вы также можете посмотреть видео интересное Sony на ISI 2020 в интернете, который представлен в том числе и на страничке компании Qubit на YouTube. Ну, кстати, пока еще мы ждем вопросов, есть время. Сейчас у меня в руках панельный компьютер TD0350, предустановленный программно с включением в режиме демо от компании Dotable, где показывает бронирование рабочего места, что у нас сейчас состояние занято, горит индикатор красным цветом, показано, что Баба Гамуш занял это рабочее место, и оно будет занято с 11 утра до 7 вечера. Такое приложение позволяет сдвинуть в сторону экрана и получить дополнительное меню управления, запросить помощь или прервать бронирование. Помощь это может быть самая разнообразная, это может быть и именно техническая помощь, что проблемы с сетью, с питанием, со светом, с кондиционированием. Необходимо, возможно, провести уборку рабочего места или пожаловаться на слишком большой шум. Поэтому это все настраивается, возможно, изменять этот интерфейс, можно попросить чай, кофе или воду. То есть этот интерфейс настраивается, и помощь в каждом помещении может быть сделана своя. У нас все еще онлайн очень много участников данного вебинара, наверное, все еще ждут вопросы. Я тоже еще пока жду вопросы. Пожалуйста, задавайте. Еще ждем пару минут. Если вопросов не будет, то закончим наш вебинар. Спасибо за ваше внимание. Информации действительно много. Хотелось много вам рассказать, показать. Коллеги, спасибо. Понимаю, что вопросов больше нет. Если вопросы появятся, пишите. Обращайтесь в нашу службу пресейл. Обращайтесь в наш отдел продаж, посещайте наш демо-зал, инвестиционный зал. Берите на тестирование оборудования, в том числе с профессионалами программ с печеньем, которые мы предоставляем. Пишите свои приложения, разрабатывайте. И до новых встреч. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»